Дорога к бизнесу. Наверное, так метафорично можно назвать этот участок окружной в районе улицы Станкостроителей. Разбитое полотно, утопающее в грязи. Сейчас это единственная возможность для поставщиков добраться до промышленной зоны, на которой расположено несколько крупных предприятий. Власти решили дорогу восстанавливать в три этапа. Первой длиной в километр. Техническая сторона вопроса впечатляет. Местами четыре полосы движения, 80 сантиметров подложки, 20 асфальта. Технологии современные. Геополотно. Выдержать должны даже плотный поток тяжеловозов. Но это только начало работ. В промзоне пока тотальное бездорожье. То есть вот до сюда только дорога есть? Да. И то есть вот этой всей дороги у нас нет? Да. Сейчас нет. Вот, соответственно, до сюда мы делаем. И дальше следующий прогон у нас 3,03 километра. Мы его приняли решение разделить на два этапа. То есть первая, от 13-й Брязняковской, по возможности, как бы мы смотрим на следующий год. А в следующем году нам тоже 100 миллионов обещали дать, да? Да. В мэрию неоднократно поступали жалобы от бизнес-сообщества и хозяйствующих субъектов. Предприниматели жаловались, что для комфортного ведения бизнеса дорога не подходит. Потребители и поставщики страдают. Из-за дороги от возможности брать в аренду земли в промзоне отказывались инвесторы. Сейчас власти решили так называемую «зеленую площадку» развивать. Нам сегодня Владимир Николаевич уже дал поручение о необходимости проведения в ближайшие дни совещания на предмет того, чтобы мы в кратчайшие сроки определились с теми мощностями, которые нам требуются сегодня для того, чтобы предложить готовые «зеленые площадки» для инвесторов. Это по газу, по свету, по теплу и так далее. Заинтересованные инвесторы – это новые рабочие места, крупные предприятия в регионе, существенное пополнение казны за счет налогов. Поэтому создать для них нужно все условия, в том числе инфраструктурные. Промзона, она даже в собственности муниципалитета. То есть мы можем развивать муниципально-частное партнерство, передавать по инвестиционным соглашениям землю под наличие обязательно каких-то предприятий. И вот там есть проблемы и с газом, и с электроэнергией. Я думаю, что в этом году мы постараемся в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций эти мощности заложить, чтобы инвестор уже у нас приходил на готовую «зеленую площадку», которая уже полностью оснащена инфраструктурными мощностями, для того, чтобы у нас как бы быстрее это все строилось. Во сколько обойдется благоустройство этого участка, пока сказать сложно. Но, несмотря на смету, делать это нужно. Владимир Шарыпов уже поговорил с новым губернатором по поводу привлечения в эту промзону бизнеса. Рассчитывает на помощь первого лица региона. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.